Если вам некачественно оказали услугу, к примеру, в химчистке вместо любимого платья вернули бесформенную тряпку, это, конечно, плохо. Однако в некоторых случаях некачественное исполнение услуги может испортить не настроение, а всю жизнь. Речь об образовании. Ведь те, кто оказывает нам услуги, к примеру, ремонтирует автомобили или лечит зубы, где-то и когда-то этому учились. Кроме того, мы и сами получаем услугу под названием образований, хотим в результате стать хорошими специалистами и получить достойную работу и зарплату. Конечно, ставить двойки и отчислять несложно, однако не всегда дело в нерадивости учеников. Для того, чтобы улучшить качество работы образовательных учреждений, существует так называемый менеджмент качества или проще управление качеством в образовании. Международная конференция под таким названием прошла в столице Татарстана. Здесь собрались те, кто разрабатывает и внедряет специальные методики и процедуры, с помощью которых контролируется качество учебного процесса. К сожалению, в образовании успехи видны не сразу. Это проходит годы, пока мы видим действительно, что образование действительно качественное. И наши школьники, потом выпускники высших учебных заведений занимают достойное место в экономике, от которой, в принципе, зависит и благосостояние уже всех нас, и стариков, и детей. Поэтому качество образования очень важная тема, и этому тему мы посвящаем уже шестой год. Шестая конференция у нас. В этом году вопросов особенно много. В сентябре вступил в силу новый закон об образовании. Теперь всем учебным заведениям предстоит взять курс на потребности потенциальных работодателей. Нашу республику представляли те, кто занимается дополнительным профессиональным образованием, пожалуй, самых важных для общества специалистов – медиков. Это представители Института усовершенствования врачей. Коротко, Гедува. Сюда обращаются выпускники медицинских факультетов, чтобы пройти обучение в интернатуре или ординатуре и получить специальность для работы в практическом здравоохранении. Это будущие эндокринологи, анестезиологи, стоматологи, урологи, офтальмологи и так далее. Кроме того, в стенах этого учебного заведения врачи повышают свою квалификацию и проходят профпереподготовку. Для того, чтобы контролировать и улучшать качество своих услуг, в Институте создали специальный отдел менеджмента качества образования. Качество образования в сфере здравоохранения – это основа качества оказания медицинской помощи. Для постоянного улучшения образовательного процесса в Институте усовершенствования врачей внедрена система менеджмента качества. Первый сертификат соответствия национального стандарта ИСО 9001 мы получили в 2010 году. Мы проводим постоянный мониторинг качества образовательных услуг, внутренний и внешний аудит, организуем обучение сотрудников по вопросам качества, изучаем удовлетворенность потребителей. Сертификация образовательных учреждений носит добровольный характер, но мы уверены, что это важный шаг на пути удовлетворения требований и запросов потребителей. Ценность конференции – это возможность поделиться опытом своей работы в сфере качества, изучить опыт работы своих коллег и обсудить общие проблемы и пути их решения. На конференции в Казани Гидуова вручили сертификат качества русского регистра и сертификат соответствия международного стандарта ИСО 9001. А это значит признание качества на высшем уровне. Институт усовершенствования врачей стал первым учреждением здравоохранения и образования в республике, имеющим такой сертификат. Мне очень приятно поздравить руководителей Института усовершенствования врачей Чувашии. Это очень большое их достижение, это огромный путь, который прошел весь коллектив, для того, чтобы разработать систему менеджмента, ее внедрить и в конечном итоге сертифицировать. Дело в том, что, как мы говорим, что сам сертификат – это как олимпийская медаль. Его тяжело получить, но еще сложнее удержать. Потому что Институт будет ежегодно проходить инспекционные проверки, при которых должно подтверждать именно высокий уровень качества подготовки медицинских работников в своем учреждении. Мы существуем недолго. Наш институт создан неполно в 14 лет тому назад. Если сравнить возраст нашего института с другими образовательными учреждениями, то мы самые молодые. Но, несмотря на это, за этот период при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития в институте создана серьезная материально-техническая база. В институте открыты и функционируют шесть кафедр и три курса. Подобран высококвалифицированный педагогический персонал, который в своей работе использует самые современные методы обучения. Это и дистанционные образовательные технологии, и сетевые формы организации обучения. Что ж, теперь главное, чтобы за подобными сертификатами в следующем году от Чуваши отправились и представители других учебных заведений.